В каждом государстве вопрос безопасности стоит на первом месте. Сегодня в столице состоялась Международная научно-практическая конференция, где деятели в сфере международного уголовного и уголовно-процессуального права, а также эксперты обсудили актуальные проблемы международного правоохранительного права в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в рамках международной научно-практической конференции обсуждается эти вопросы, которые связаны и с уголовным судопроизводством, оказанием правовой помощи и сотрудничеством между нашими государствами. В качестве докладчиков выступили эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Китая, России и Евросоюза. Ознакомились с научно-практическим опытом развития международного правоохранительного права. Также зарубежные специалисты рассказали, чтобы повысить уровень национальной безопасности в уголовно-процессуальном кодексе Кыргызстана, нужно ввести новшества, как ранее это сделали соседние страны. Ну и поэтому я бы хотел пожелать вашему законодателю, ну, во-первых, не останавливаться на том, что он сделал, а вашим правоприменителям, это и следователям, и представителям в целом Министерства внутренних дел, и Генеральной прокуратуры, и других федеральных органов, связанных с борьбой с преступностью, ну, активнее реализовывать положение этого кодекса. До сегодняшнего дня в силовых структурах проводятся различные реформы, вводятся изменения в кодексы. Однако доверяют ли кыргызстанцы правоохранителям и почему, обосновали свой ответ кратко. Возвращение в кыргызстанцы правоохранителям ищембеет. Продолжение следует... В основном, комментарии горожан по данному вопросу прозвучали не в пользу правоохранительных органов. Некоторые из респондентов рассказали, что причиной этому послужила коррупция. Ну а чтобы заслужить доверие народа, нужно начинать или же продолжать бороться с ней более эффективнее. Возможно, именно тогда горожане будут чувствовать себя в безопасности, говорят эксперты.